Орландо, Флорида Орландо, Флорида Этого изготовления мы сможем У нас есть какие-то подготовки для конкурса, которые мы можем победить, потому что у нас есть много вещей, которые мы можем использовать, чтобы получать лучшую форму. И самая главная причина – это обалденное оборудование, тренажеры, классная атмосфера, много профессионалов. И он очень рад приводить своих учеников в этот зал и сам занимается здесь каждый день. Да, кто захочет, приезжайте на отдых в Орландо. Густаво проведет с вами тренировку абсолютно бесплатно, одну. Так что ждем вас. Густаво, первая вопрос. Как вы думаете, ситуация в мире, кто использует стероиды, кто не использует стероиды? Для отдельных спортсменов, особенно для тех, кто использует стероиды или натурально? Как вы думаете? Ну, я думаю, сегодня, стероиды, это оба электроизмена. Все, кто решает ли, кто не использует стероиды или нет. Я не хочу сказать, что я не буду продавать стероиды, потому что я не буду продавать стероиды. Но, в то же время, я сказал, что даже если вы используя стероиды, то нужно работать, нужно всегда быть интенсивным, нужно иметь хорошую внутреннюю жизнь, то нужно иметь хорошую внутреннюю жизнь. Потому что стероиды не нужно будет стероиды. Это всё про все. Прямо тренировки, упражнения, декабли, все, по-другому. Стероиды, по-другому. Но это definitely не 100%. Конечно, если вы хотите использовать стероиды, просто сделайте себе для того, чтобы иметь правильные темы, которые всегда должны быть здоровы. Я вижу, что многие люди делают много ошибок, что это не хорошо. Я вижу, что если вы планируете победить, и вы решите использовать его, пытайтесь узнать лучший тренер, лучший доктор, кто-то, кто может помочь вам, который может помочь вам, уверен, что вы выглядите хорошо, вы сможете достигнуть вашего желания, но в то же время быть здоровым. Вопрос был про стероиды. Какой его взгляд на использование стероидов? Его мнение стоит, прежде всего, каждый профессионал, каждый атлет сам решает, пойдет ли путем стероидов, либо будет заниматься натурально. Ни в коем случае он не хочет пропагандировать стероиды, это личное решение каждого. И, по его словам, бодибилдинг – это не стероиды, прежде всего, тяжелая работа, каждодневные занятия, диета очень важна, сапплементы, то есть все добавки, питание, и стероиды уже отходят на задний план, и человек сам решает. Потому что, если все используют стероиды, почему? В каждом шоу есть только одна победа. Потому что стероиды означает, что вы победите, почему? В каждом шоу есть только одна победа. Так что вы должны добавить больше. Вы должны добавить сильнее. Вы должны добавить сильнее. Я люблю Игорь, Power Strength Gym, потому что они имеют много старых, новой технологии. Что означает, что мы начинаем, мы используем сквады, мы используем тренировки, мы используем много интенсивных упражнений. Потому что это единственный способ для развития солидного тела, как в прошлом. Но мы используем новую технологию. Игорь. Игорь. Очень хорошее замечание Густаво сделал. Он говорит, что если все начнут употреблять стероиды, в любом случае, победитель на соревнованиях только один сыгр. Соответственно, нужно добавлять гораздо больше тренировок помимо просто использования или не использования стероидов. И поэтому он делает ставку на Power Strength Gym, потому что здесь отличное оборудование, и это все совмещается с новыми технологиями, с новыми научными подходами, занятиями, что в конечном результате и как строит чемпиона. Тогда следующий вопрос. Существует ли разница для тех, кто тренируется натурально, и подходят ли им методики, по которым тренируются люди, которые сидят на фронтологии? Да. Его вопрос был, что является отличным, между работой натурально или работой использованием стероидов? И есть ли там определенный подход для тренировки? Ну, сенсором, когда ты берешь стероидов, максимизируешь стероидов, потому что ты absorbешь больше нутриру. в целом как бы, как наука говорит, что потребление стероидов, все что делает, оно улучшает, как бы, восстановление организма, и организм быстрее потребляет все полезные вещества, и тем самым, как бы, ты можешь выжить больше силы с организма, но, как бы, это единственная разница. Я знаю, почему Густаво так говорит, я тоже люблю, Густаво представитель старой школы, олдскул, хардкор, и, что Густаво может сказать, то, что он мне говорит, как ученику, всегда, я просто хочу, чтобы все это услышали, к примеру, отличие между базовым тренингом, со штангами, с гантелями, от блоков, от тренажеров, и является ли это причиной того, что сейчас многие не растут, потому что они качаются на блоках и ждут какого-то роста. Да, его вопрос, что есть старый тренинг, гамбарлы, барбарлы, каплбарлы, и все эти вещи, и тренинг с новым инструментом, каббарлы, и все эти машины, и он спросил меня, что важная разница между старым тренингом и тренингом и тренинг? В дело в том, что новое, это новый тренинг, и не будет конкурс. Цена основная база, принес, такими командами, они все ученые, они стренили очень часто, глубокий сковороды, сложные барбсы и еще еще болт be25, и еще нужно задавать это более коллит, еще я использую те принципи, для моих кредитов, И вообще, что я делаю, и моя рекомендация для всех, это сделать немного комбинации о том, что я хочу сказать, что первое, основное упражнение, вы всегда должны добавить донгл, барбель, керабель, но вы можете добавить машин, кабель, и, вы знаете, чтобы дать различные стимуляции на мозг, но принципы и основные упражнения будут всегда быть heavy донгл, донгл, heavy барбель, basic, you know, exercise, керабель, heavy, and then at the end of the workout, you can add a little bit, you know, things like, you know, cable, machine, but it's not, don't focus on the machine, focus on dumbbells and barbels, and you're gonna develop a very solid body. с гирями, со штангами, то есть, с свободными весами, но ни в коем случае не надо пренебрегать машинами, кабелями, и всеми новыми технологиями, которые появляются в тренажерном зале. Это отличное дополнение к классическому... ...дополнению? Да, это дополнение в конце, в конце твоего рабочего дня, можно всегда открыть машину. я верюсь за кем-с а для этого нет кабель, чем перед передатчик и без правильногоOOF, потому что ваш гружок более движок, и вы выглядите stronger, потому что ваш гружок может быть сильнее в таком смысле. Прежде чем ты выглядишь сильнее и боди, скажем так, вы выглядите сильнее, чем же кабель и демократно, а для спортсмена, я это оба кольцо, а мы боди, боди, да, мы хорошие боди, Если вы хотите соревноваться, вы хотите соревноваться, вы должны осуществить, что мозг тяжелый. И единственный способ, чтобы получить такой тяжелый, это просто тренировать басы. Всегда в старом школе. Это первое. Устава говорит, что легко заметить даже визуально атлет, который занимается свободными весами, и атлет, который занимается фитнесом, в машинах, в тренажерах. То есть это занятие свободными весами дает, прежде всего, силу. И эта сила, она видна даже в теле, в объеме. Для бодибилдеров, конечно, свободные веса имеют огромное, самое важное значение. Я правильно понимаю, что человек, новенький, пришедший в тренажерный зал, ему достаточно сосредоточиться, к примеру, на приседаниях, становых тягах, подтягиваниях и грузиях. Не думать о кабелях. Пока не наберет определенную силу, а потом уже переходить к кабелям как дополнение. Также, Игорь, он хочет понять, что для новой людей, кто уже не работают в прошлом, это правильный подход для начала с базовыми спорами, как сгутки, болезноливки, и подлезки, и облаживание на все машины и кабели. В начале, это правильный подход? Ну, обычно, я верю, что если новый человек приходит к мне и спросит меня, я сказал, что мы будем делать солидные базы. И в школе, в доме, в доме, в доме, это лучший способ, чтобы начать дать базы для этого тела. Потому что если ты дать машину и дать кабель, то тела не будет выглядеть как ты должен. Басы, солидные базы, это всегда прибыль. И, конечно, я использую прибыль в комбинации с машиной и кабель. Но, в первую очередь, в доме, барбол, дипс, чин-упс, все. Это все самое важное, когда ты стараешься. Даже когда ты стараешься, или когда ты стараешься. Это основное, что я сказал. Это новая школа всегда для всех. Даже для мужчин, женщин, для всех. Потому что, когда ты делаешь это, ты делаешь три веса, и у тебя тело выглядит более атлетико, более тяжело. Даже для женщин, они выглядят более красиво. Ну да, он, конечно, согласен с Егором. Абсолютно для новичков гораздо важнее набрать массу. Придать как бы телу силу вот эту изначальную. И для этого, разумеется, прежде всего нужно заниматься свободными весами, с гантелями, с собственным весом. То есть это подтягивание. И, когда ты делаешь три веса, когда ты делаешь дамбу, ты делаешь барбел, ты знаешь, дипс и все другие три веса, ты можешь видеть результаты быстрее. Когда ты делаешь машину и кабель, ты берешь слишком глубже, чтобы видеть результаты. Да, это очень хорошее замечание, что когда занимаешься свободными весами, и результат видим, особенно в новичках, гораздо быстрее, чем если человек придет в зал, никогда не занимавшись, сразу начнет заниматься в тренажерах, с кабелями и прочее. Как бы результат будет очень медленным. Свободные веса дают достаточно хороший пуск в начале. Я не пытаюсь сказать, что это легко. Когда ты делаешь три веса, это тяжело. Ты знаешь, ты нужна сакриваться. И ты знаешь, ты нужна с риском. Так что, когда ты делаешь машину, это легче. Это для женщин, это для людей, которые не хотят работать трудно. Я имею в виду, когда ты встал в зал, и 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 ты встал в зал, потому что ты хочешь работать трудно. И мы хотим, чтобы ты делаешь правильные вещи. Три веса. Здесь, говорит, не нужно ни в коем случае ошибиться, что занятие свободными весами – это легкое занятие. Это гораздо тяжелее, чем заниматься в тренажерах. И, как бы, это, говорит, занятие прежде всего для девушек, для фитнес-девочек и так далее. Так потому люди и тренируются в тренажерах, что это легче. Ну да, то есть, когда новичок приходит, если он без тренера, они сразу прыгают в тренажеры. Так, удовольствием дороги при Youtube gave с очень удобнее. Jessie – иногда вы не увидите KAREN, 如果 вам это у printers так��ông become слишком精張. То есть они спасли아�ASS, чтобы закончить dick, куда идти в круг. У нас вроде х�, ведь не так Via ТВ emailed комментарии. Но потому что в которой мы увидим что-то идее, намного ждут старайтесь. В пришлое мышцы, под чем все-таки стоит большой спиной, Это не легко, это тяжелее упражнение, но в то же время это самое лучшее, потому что вы можете видеть результаты очень быстрее. Потому что вы и я, сейчас кто-то, кто не хочет играть с Арнольдом, но как в машине. Нет, нет, нет. Если вы будете работать с машиной и каббой, вы будете делать фитнес. В этом матчае поучить. Если вы будете выделены, то нужно будет очень тяжелый, и плавать, и дедлив, и лунжи, так что это сделано. Это сделано легче, и мощнее, и быстрее. Я знаю, это не очень, но если вы можете работать с помощью этой формы, то вы можете видеть, что боди будет отвечать и вы будете держать. для того, чтобы создать мастерство. Действительно, когда ты делаешь кабель и машину. Все это артифициально. Ты остановишься работать за 5 дней и все остальное. Да, ну, большая разница между бодибилдингом и фитнесом. Соответственно, люди, которые занимаются фитнесом, и Густаво говорит, что он ни в коем случае не против фитнеса, но это просто другая область. Даже нужно понять, в какое направление ты хочешь пойти. И в чем большое преимущество бодибилдинга, что вот этот тяжелый воркаут с тяжелыми весами, как бы, тело твое остается в тонусе дольше гораздо. Когда люди занимаются фитнесом в машинах, тренажерах и прочее, очень легко потерять все это, если забросить на небольшое время тренировку. Я думаю... Я уверен, что ты думаешь, что девушки, которые хотят трансформацию, лучше приведут, чем машина. Да, конечно. Мену или женщина в начале, это же так же. Когда мы говорим время, что при этом идет о фитнесе, когда мы говорим во время древних видах, что здесь тяжелая, если мы выжимаем знание, если вы будете сохранять, лучше контролировать, и это позволяет вам качественно, больше цен во время напряжения, даже с этим объемом. Это означает, что у меня будет ли вам весом или весом весом? Будем делать без трансформации. Если вы хотите работать с женщиной, если женщина決定, они начнутся, я использую то же самое важное. Три одних. Не надо работать в барбел, основные упражнения, а потом несколько машин. Так что я не думаю, что вы будете делать кабель и получить его грудь крепко. Нет. Вы будете делать легкий спат, чтобы получить его грудь крепко. Если ноги сильные, вы будете делать спат, она будет делать спат, вы будете делать спат, это единственное. У меня машина, вы чувствуете что-то, но вы не хотите увидеть результат. У каждого мужчины, соответственно, основные подходы к тренингу должны быть одинаковыми. Соответственно, девушка хочет накачать отличную попу, ноги и пресс, то ей нужно заниматься так же, как и мужикам с тяжелыми весами, со штангами и гантелями. Сколько должна длиться силовая часть тренировки, не считая разминку и забирку? Игорь и я, мы можем тренировать 1 часа, 1 часа и 1 часа, и некоторые люди не имеют такой энергии, они тренировали 1 часа. Я думаю, что это во все это важно, что нужно чтобы вы должны быть применена временем, чтобы вы не Cart нашел форм. Если вы начнёте чувствовать форму, то вы должны где-то не ставлять. Мы не должны надо сказать об этом, мы должны сказать об этом, как вы чувствуете сегодня, а иногда вы чувствуете ты сильнее. Я вижу, что ты работаешь за 1 часа 45 минут и ты будешь спокойно, ты красиво. И на некоторые дни ты не чувствуешь себя так же. Энергийный уровень отличный. Энергийный уровень низкий, то ты работаешь за 45 минут. Если энергия высокая, ты можешь идти на 1 часа, 1 часа, 1 часа, 1 часа. Всегда, если ты чувствуешь этот уровень, ты хорошо. Все зависит прежде всего от самочувствия и также от индивидуальных качеств человека. То есть у кого-то больше энергии, у кого-то меньше энергии. И даже один человек, допустим, сегодня ты себя чувствуешь прекрасно, можешь заниматься 1 час-1,5 часа. Чувствуешь силу в мышцах и можно продолжить занятия в этом случае. Приходишь в зал на следующий день, позанимался 40 минут и у тебя нет силы и не идет тренировка. Но в этом случае есть смысл закончить и просто прийти в другой день, когда ты будешь себя чувствовать гораздо более энергичнее. Тренировки подкаст или нет? Упражнения. Подход должен быть подкаст, как Dorian Yards, пропагандизировать или нет? Да, так. Вопрос в том, что нужно продолжать разогнение прячься в последней части, когда ты не можешь постараться, или это непросто? Да, как Dorian. Да, как Диана. Я знаю, что это хорошо, что ты делаешь extra силы, я имею в виду, когда ты тренинешь heavy leg squats, heavy deadlift, heavy bench presses, я имею в виду, ты тренинешь что-то добавить, чтобы дать больше интенсивности, потому что больше ты делаешь это, это более интенсивно, ты сможешь стимулировать мышцы, когда ты делаешь ноги, когда ты делаешь упражнение, которые тоже внизу, в основном, это не только шести до последних рапс, это потому что все-таки ты должен делать еще 6-8 рапс, чтобы не перенадить старое, потому что если что-то 일омил, так что ты делаешь только 6, ты делаешь метод. Но это не так, если ты тренинешь, чтобы ты делаешь 4 sets, 4 рапс, 5 рапс, ты будешь всё это нарушается, без того, чтобы у chimera более сильные, и если ты будешь в виду, ты будешь собственность больших узлов, то только что ты делаешь это нарушается И вы будете делать 6, 8, 10, 12 репс. Для того, чтобы взять кровь в мозг, и вы можете видеть большие результаты. Самое важное, что вы должны делать 6 репсов. Вы можете сделать парния, чтобы вы не сможете делать 2 репсов. И если 6 репсов, вы можете сделать 8 репсов. Просто немного. Потому что не надо делать себя. Потому что многие говорят, что если вы не сможете делать это, то, что вы должны получать болезни. Если вы не сможете делать это, то это не просто время. Поэтому нужно быть спармакистом. У вас ощущение мозга. Если мозга, то вы чувствуете очень тяжело. Вы чувствуете болезнь. Поэтому не пускай слишком много. Пускай на уровне. И не больше. Потому что у вас не сможете получать болезни. А если у вас болезни, то нужно отбрать время. И это не хорошо. Густаво говорит, что бодибилдинг не строится на последнем повторении. Прежде всего на работе с тяжелыми весами и на достаточно большом количестве повторений. Что делает разница между бодибилдингом и правым лифтом. То есть в бодибилдинге ни в коем случае меньше 6 повторений не надо идти. Пускай должен делать 12, 10, 8 повторений. 6 в крайнем случае. И поэтому тут не так важно сделаешь ли ты это последнее повторение или нет. А гораздо важнее, чтобы общее количество было высокое. И как бы всегда нужно использовать партнера. Ни в коем случае нежелательно получать травму. Потому что в этом случае просто потеряешь кучу времени на восстановление. И когда есть партнер, он тебе может немножко помочь в последнем твоем повторении. И ты избежишь травм и продолжишь заниматься в таком же риме дальше. Следующая вопрос за периодизацию. Какие чувствуете? Приноцелетия или нет, одноAK для одного веса. Какой упражнения, за ride-up power. Дальше. Другой упражнений. Какой упражнения в бодибилдинге, за поди вводную веса. Или нет? Или лайн упражнения на однажды? Ну, можно это сделать, но если вы хотите сделать шоу для бодикулоков, если вы хотите сделать шоу для Арноль Classic, чтобы начать править бодикулоков, то есть все упражнения должны быть упражнены для бодикулоков. Я верю, что когда вы в сезоне, и вместо того, когда вы начнете победить и создать базы, вы возвращаетесь в силу. Потому что вы работаете на силу, вы будете строгать. И в следующем шоу, вы будете больше. Но я верю, что в силу и в силу. Я верю, что в силу и в силу. Потому что сейчас, когда вы будете делать шоу, потому что ваша нутричность будет угрожена. Потому что вы не едете enough carbs, вы не едете enough food, не едете нутричневого количества. Когда вы можете делать шоу, тогда вы легали это неделю. Они так же не могут выкрутить. И от этого, вы можете закрыть. Просто, что мне рекомендация, чтобы делать бодиблидинг в конкурсе, и для того, чтобы вы начнете в этом бодиблиде. И когда вы стопите, и вы вытворите в силу, то, когда вы просите, ты будешь в силу, вы получите силу о сезоне, вы получите силу, как ты будешь в силу. Устал говорит, что для профессиональных бодибилдеров, что постоянно участвуют в соревнованиях, конечно, есть огромная разница в тренировке перед выступлением и в off-season, то есть, когда между соревнованиями достаточно долгое время. Когда между соревнованиями важно выбирать силу, то есть, силовые тренировки должны быть. И как ближе приближается непосредственно турнир, то есть, нужно уже понимать как бодибилдер, то есть, не может кто-то подсушиться и за диету все день серьезнее. То есть, вы правильно понимаете, что в бодибилдинге твоя мышечная масса напрямую зависит от твоей силы, то есть, чем большим рабочим весом ты можешь работать, Если бодибилдинге твоя мышечная масса напрямую зависит от твоей силы, то есть, чем большим весом ты можешь работать. То есть, чем большим весом ты можешь работать, то есть, чем большим весом ты можешь работать. Если бодибилдинге твоя мышечная масса напрямую зависит от твоей силы, то есть, чем большим весом ты можешь работать. То есть, когда вы должны вырезать тяжелы, то ущ alboệt, чем всем也是, что ты можешь保торить силу сильнее, тем, как тяжело ты entrepreneur. Потому что вы можете его постоянно управлять asegur entrepreneurship с низким. То есть, не с большим весом, комплексом и под качествомọtoffs быть готов. У мужчины — это, вот, когда вы научились делать как правильный б przygotического нашего материала и вы 설� orthожественно становiji его сильнее, Да, разумеется, огромная взаимосвязь между силой и размером человека существует. Но, опять же, Густаво делает здесь различие между тренингом, который идет непосредственно перед соревнованиями, и тренинг, который в офс-сезон идет вне сезона. Вне сезона ты не должен так сильно следить за диетой. Ты можешь есть гораздо больше калорий, управлять сахар, углевод и прочее. Соответственно, твое тело имеет больше энергии, ты можешь гораздо больше сил приобрести, поскольку ты можешь заниматься более тяжелыми весами, набираешь вес, на это не обращаешь внимания. А когда подходишь к соревнованиям, ты очень сильно себя ограничиваешь в калориях. Соответственно, твоим мышцам, обычно молоку, не хватает вот этих вот некоторых элементов и веществ, поскольку ты сушишь свое тело. Разумеется, в этот период сила теряется. Но, как бы, ничего страшного тут нет, потому что после соревнований ты, опять же, постановишь нормальное питание и берешь силу это образ. Хорошо. Три упражнения по версии дустава самые лучшие. Для спины, для груди, для плеч, для рук, для ног. И что ты думаешь, что три важные трех важных трех важных? Для меня три основных трех важных. Это нормальное питание. Первый – спорты. Для ног. Для ног. И бенч-пресс. Чувствую. Роли. Роли. Барбой. Барбом. Барбом. Три важные. очень важный момент, потому что вы можете добавить много вес, потому что вы можете выжать очень сильно и выжать. И что-то очень важное, что это, что эти мышцы, эти мышцы помогают вам интервью. Диверные мышцы, которые выжать, то есть, когда вы делаете бенч-предс, это комплексное мышцы, потому что вы используете силы, тристочки, Продолжение следует... потому что вы видите, что в порядке важности для пристава это приседание, жим лежа и тяги на спину. Почему он любит эти упражнения? Потому что, прежде всего, они комплексные. Ты делаешь приседание, у тебя работает все в теле практически. Ты делаешь жим лежа, у тебя работает плечи и грудь, и трицепс работает. И, соответственно, когда делаешь на спину тяги, у тебя полностью все тело, торс работает, коротчайший работает, бицепс работает. Это очень тяжелые упражнения, но они комплексные, поэтому все тело получается, нагрузка на все тело только при упражнении делаем. И, говорит, сейчас очень мало людей, не так много людей делают. Как ты ходишь в зал, говорит, что не все делают далеко. Да, к сожалению. Считает ли устава целесообразным прокачивать такие маленькие группы, то есть как бицепс, трицепс отдельно от группы? Или лучше все-таки тренировать только бицепс с грудью, трицепс с плечами? Как ты думаешь о маленьких мышцах, как трисепс и бицепс? Игорь. 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 Игорь не Fashion. Игорь. 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 Не Gemma, не шаг алло文я, не crochets. Игорь. Я знала что-то второе движение. Я скажу это справляет пар Kosten тί dry, который первый пример делать скаж환 в два пункта, которые representations moving AD Бипüh here. Игорь вопрос. Потому что никто не имеет никакого права. Я имею в виду, потому что все другие. У тебя есть свои проблемы, у тебя сильность, у тебя сильный момент. То есть, что нужно сделать, это первая энергия, делать то, что нужно. Да, ну, разумеется, Густаво говорит, что крупные мышцы всегда должны быть в приоритете. Но ни в коем случае нельзя забывать про свои слабые места. У каждого человека есть слабые места. И, как правило, это какие-то небольшие мышцы. И вот он на примере Егора привел привет в пример. Потому что у него как бы отлично развитая грудь, но где-то, может, бицепс у него не такой сильный. И, соответственно, несмотря на то, что бицепс не такая большая мышца, как грудь, ему нужно как бы уделять больше внимания для этой маленькой мышцы, поскольку она меньше развитой, чем грудь. И чтобы пропорционально выглядеть, нужно как бы очень внимательно относиться. Я хочу работать с бицепс. Я пытаюсь сказать, что все у них есть разные проблемы. И многие люди приходят сюда, они у них большие мышцы, большие мышцы, они маленькие пальцы. И когда вы делаете мышцы, они очень интенсивные, они очень тяжелые, и в конце концов, они не имеют энергии, и они будут делать немного бицепса. И они всегда маленькие, и они у них проблемы с бицепсом. Они не знают общего качества. Да, но у Устава он всегда такой более научный подход к тренингу имеет. И говорит, существуют в зал приходят такие огромные чуваки, у которых очень сильно нравится, допустим, плечи и грудь, но очень маленькие люди. И он смотрит за этими людьми, они идут сразу, начинают делать упражнения на грудь и на плечи. Соответственно, у них вся энергия выплескается на эти мышцы, а потом в конце они идут и делают немножко там где-то руки, биц, поделают, и уже на этом не остается энергии. И говорит, нужно всегда думать головой и начинать с той мышцы, которая у тебя меньше всего развита. Таким образом, ты больше энергии уделишь этой мышце, и она начнет догонять твои более развитые мышцы. Окей, последняя вопрос о работе. Что вы рекомендуете для ребятам, сколько сетов нужно делать для больших мышц, средних и маленьких, и сколько репсов? Окей, в прошлом, мы говорили о том, что высокое репси, это для определения. Ло репси, это для размера. Сегодня, это не так, это не так. Это не так. Самое важное, что это разная стимуляция. Самое важное, что вы должны делать репси между 8 и 20. Но, ну, мы точно должны быть у нас другой мышцы. I mean, the bigger muscle group that we have in the legs, the second one, back, the third, chest, and then hamstrings, shoulders, and then bicep, tricep, abs, and calf. What you're going to do is, because the bigger muscle, they need pump. In order to pump really well, you need to make sure that you're giving blood to the muscles. И, знаешь, как можно делать, он должен был плод, чтобы было по-пульс, на самом деле не более 20, не более 12. Не более 20, 15, 12. Если вы выживаете, то все, 12, 15. Если вы у вас не выживаете, то все, 12, 10. И, конечно, можно делать 10 и А. Не более чем А, потому что А, это правильный стимул, правильный стимул, чтобы стимулать правильный стимул. потому что ты делаешь в бодибилдинге. Но, обязательно, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше. 15-20. В небольшом группе, чем меньше, 8-10. Когда ты делаешь поседания, меньше 12, они вообще никогда не делают. 20, 15, 14, 12. Меньше уже не надо опускаться. Когда ты делаешь более мелкие мышцы, как на 30, там можно до 8 уже опускаться, поскольку мышца более мелкая, и кровь там быстрее прольет. Но для крупных мышц очень важно достаточное количество крови, которые приходят мышц только с большим количеством повторений. Потому что, самое важное, что ты должен понимать, это основа leatherа, это основой ветер, 10, 12, 8, 10, 12, 15, 20. The most important thing if you're going to make a definition of size is what you're eating, the calories. You know? It's the main difference. It's not about training. Training is going to be intense. It's going to be hard. And I read with the high, high, you know, the most heavy weight you can do, you can handle it. Because the only thing you're going to change about definition and size is about what you're eating, how many calories you eat. Gustavo говорит, что раньше было такое неправильное понимание, что для построения мышечной массы нужно маленькое количество повторений с большим весом, а для того, чтобы придать мышце форму, нужно большое количество повторений. Это абсолютно неверно, как сейчас наука показывает. Форма твоей мышечной силы зависит, прежде всего, от питания, то есть нужно следить за питанием. Многие до сих пор верят в эти мифы. Окей, друзья. Будем прощаться. В следующий раз мы поговорим о вопросах питания и восстановления, поэтому пишите под этим видео вопросы, которые вы хотели бы задать Gustavo. Gustavo, thank you very much. Спасибо, Сергей. Спасибо. One recommendation for Russian guys. Well, I like the way the Russian community, they train really heavy and really intense. I like you guys because you always maintain focus on the free weights, dumbbell, kettlebell, barbell, that's me. So, I can't live in Russia. So, what my recommendation is, just make sure, you know, watch out the food. The food is most important because, like I said, you train hard, you train intense and you look good. And in order to make you look better, the most important is what you're eating. If you control what you're eating, you know, what you're going to eat, like for example, protein, you make sure the protein you're going to eat, the most true protein, chicken, turkey, steak, eggs. And when you eat carbs, carbs, they have a glycemic index very low. Potatoes, rice, oatmeal, pasta. And you make a combination with a little bit of fibres, like, you know, salad or vegetables. And, you know, in order to do that, you're going to eat every two or three hours to make sure your metabolism is continually positive and you're going to see better results because you train hard. You train hard and it's a pleasure to be. I'm here 24-7 at Power Strength Gym. You know, guys, for you, anything, any information, whatever you need. It's our pleasure to help you out and keep your contact. Love you, guys. No pressure. Love you, guys. Love you. Love you, guys. Love you. Love you, guys. Love you. See you next time. See you. Take care. See you, guys. Субтитры создавал DimaTorzok